Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Когда Илон Маск впервые объявил, что покупает Твиттер, было совершенно очевидно, что демократическая партия придет в ужас. Не просто разозлится, как мы уже привыкли, а будет в полном раздрае и истерике. Представьте, что бы вы почувствовали, если бы кто-то ворвался в ваш дом в 3 часа ночи. Вы точно не знаете, что происходит. Но вы абсолютно уверены, что это вопрос жизни и смерти. Именно так сейчас чувствуют себя демократы, потому что для них это и есть вопрос жизни и смерти. Джо Байден не сможет продолжать контролировать эту страну, если у вас будет свободный доступ к информации. Байден не будет улучшать вашу жизнь, он даже не будет пытаться. Поэтому все, что он может сделать, это солгать вам и потребовать, чтобы вы в это поверили. Но для этого ему нужно убедиться, что никто другой не сможет говорить иначе. Потому что если вы услышите правду, вы не будете слушать его. Как Байден намерен этого добиться? Это не так просто. Ну, одним из вариантов было бы заставить вооруженных людей сказать вам заткнуться. Большинство американцев, вероятно, даже бы не подумали об этом, потому что это не Африка или Восточная Европа. Это Америка, и мы никогда не делали подобных вещей. Вернее, мы этого не делали до сих пор. Но теперь Джо Байден стал президентом, и все изменилось. Итак, сегодня, чтобы возвестить о приходе новой Советской Америки, администрация объявила о создании собственного Министерства правды. Оно будет называться Совет по управлению дезинформацией. Можете смеяться, но чтобы показать вам, что они не шутят, этот совет не является частью Государственного департамента или любого другого агентства, занимающегося угрозами из-за рубежа. Нет. Совет по управлению дезинформацией является частью Министерства внутренней безопасности, или МВБ. Это правоохранительное агентство, созданное для обеспечения правопорядка в США. И, кстати, у него, как известно, очень много оружия. Так что это вовсе не шутка. Вот слова секретаря МВБ, Алехандро Майоркаса. Мы создали Совет по управлению информацией и дезинформацией в МВБ для более эффективной борьбы с этой угрозой. Не только для безопасности выборов, но и для национальной безопасности. А, один из лучших сотрудников правоохранительных органов Америки только что объявил, что вообще мы будем следить за тем, что вы говорите. И все в комнате кивнули. А, ну ладно. Власти сказали нам, что дезинформация представляет угрозу национальной безопасности. И вот вам слова главы МВБ. Так что, вероятно, он прав, поскольку оценка угроз национальной безопасности — это его работа. Но вот чего он нам не сказал, так это как определить дезинформацию. Итак, у нас есть эта новая и ужасающая вещь, которой так обеспокоена администрация Байдена, что создало новое агентство для борьбы с ней. Но Майоркас даже не намекнул, что это вообще такое. Таким образом, человек, отвечающий за борьбу с дезинформацией, так и не дал определения о дезинформации. Это невероятно, если подумать. Стали бы вы объявлять войну стране, которую не можете назвать? Вы бы отправили кого-нибудь на смерть за преступление, которое не смогли бы описать. Конечно, нет, будь вы нормальным и порядочным. Потому что невозможно добиться справедливости без понимания, что это такое. Вот почему у нас столько законов, которые определяют, что законно, а что нет. Но никто так и не объяснил основную концепцию, лежащую в основе того, что фактически станет новым правоохранительным органом. Возможно, потому что Майоркас не хочет справедливости, как и президент, которому он служит. Они хотят власти. И чтобы получить власть, они хотят контролировать то, что вы думаете. Вот как все объяснил Майоркас. Мы предпринимаем множество различных усилий по оснащению местных сообществ, выявлению людей, которые вполне могут обратиться к насилию из-за идеологии ненависти, вранья или другой дезинформации, распространяемой в социальных сетях и на других платформах. О, так вот как. Итак, одно из наших крупнейших правоохранительных органов делает так много, чтобы остановить дезинформацию и ложь, которая даже не ложь, а просто отклонение от неутвержденного сценария. Власти сказали нам, что МВБ планирует, цитата, «идентифицировать лица, которые будут склонны к насилию». Будут склонны. Не людей, которые совершили преступления или хотя бы были обвинены в чем-либо. Вместо этого МВБ использует полномочия правоохранительных органов для выявления и наказания людей, которые думают иначе, а именно противников Байдена. Это антиутопичная выдумка? Нет, все происходит прямо у нас на глазах. Это означает, что политические враги Джо Байдена теперь официально являются врагами государства. Как это вообще могло произойти в Америке? Хороший вопрос, но это происходит. Субтитры создавал DimaTorzok